Официальные партнеры программы «Новости дня» Сеть магазинов «Мой сон», компания «Оптик СССР», сеть удобных магазинов «Титан», выставка меха «Зимняя сказка», торговая группа «Абсолют». В Бурятии расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом и не только сегодня в нашем выпуске. Здравствуйте! Вы смотрите «Новости дня». С последними событиями вас познакомлю я, Ася Касьянова и корреспонденты ТВ-кома. Изначально коротко о главных темах. Зачем украли это? Убить их хотел. Едва не оставил без кислорода больных. В Новой Брине мужчина ограбил ковидное отделение. Плюс в этой мировой штукатурке в том, что ее не нужно украсить. Открыть свой бизнес на государственные деньги. Более 350 миллионов заложили в бюджете республики на программу социальных контрактов. Отправились в районные школы. В Бурятии образовательные учреждения получили 40 новых автобусов. В Бурятии расширили список людей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Документ подписал главный санврач. Теперь поставить прививку должны работники еще двух отраслей. Не касается это только тех, у кого есть противопоказания. Список сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации, дополнили работниками промышленных предприятий и предприятий агропромышленного комплекса. Так как показатели охвата вакцинации в этих отраслях низкие, составляют 50%. Срок проведения профилактических прививок против COVID-19 работников вышеперечисленных предприятий до 20 декабря 2021 года. В случае отказа работников пройти вакцинацию без уважительной причины и при отсутствии заключения о медицинском отводе, работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы, заявил главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев. За прошедшие сутки в Бурятии выявили еще 233 зараженных COVID-19. Это чуть меньше, чем в несколько предыдущих дней. Семь человек с коронавирусом скончались. В стационарах получают лечение 1219 пациентов. В отделениях реанимации находится 124 человека на аппаратах ИВЛ-85. Занятость коечного фонда составляет 79%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 4163 человека. 231 человек накануне выздоровел и выписался из больниц. Между тем, в Ледовый городок на площади Советов будут пускать без QR-кодов, ПЦР-тестов и медотводов. Зимнее развлечение будет доступно для всех желающих. Об этом сообщили накануне в региональном Роспотребнадзоре. Требования о наличии и предъявлении гражданами медицинских документов о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад, а также заключение о медицинском отводе действует при допуске в помещения, которые регламентированы в указе главы Республики Бурятия с целью снижения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекции. Работы по строительству Ледового городка на площади Советов уже начались. Закончить их обещают до 20 декабря. В этом году главными героями стали популярные персонажи бурятского мультфильма про Бадму и Чигдара. Хотел покататься на коньках и провалился под лед. В такой ситуации оказался ученик третьего класса из Селенгинского района. Спасателей рядом не было, но ребенок выжил. Подробности этого и других происшествий в рубрике «Горячая линия». Катание на коньках едва не обернулось трагедией. В селе Гусиное озеро Селенгинского района Бурятии подросток спас 10-летнего мальчика, который провалился под лед. Ученик 7-го класса Никита шел к своему другу и увидел ребенка, катающегося на коньках по реке. Школьник знал, что в это время на водоемах лед очень тонкий и находиться на нем крайне опасно. Он поспешил предупредить об этом младшего товарища. Но в это время мальчишка уже провалился в воду. Никита лег на живот и стал подползать к тонущему ребенку. При этом отважный юноша всячески подбадривал мальчика и говорил, что спасет его. Семиклассник не растерялся и вспомнил правила поведения при таких ситуациях, которые недавно в школе объясняли инспекторы ГИМС. За спасение жизни школьника намерены наградить. Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Дорожной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Со слов пострадавших, виновник аварии был под шофе. А у вас какие повреждения? У левой бочи носа. Вся? А он пьяный, да? Да. Выпиши, говорите, я выпил после аварии. Какой аварии я сразу подскочил к нему? К тому же, как выяснили аварийные комиссары, у виновника ДТП нет страховки. А значит, взыскать с него ущерб пострадавшим будет не так просто. А вот еще один авантюрист. Ему так хотелось выпить, что он пошел на разбой. Воришка скрутил змеевики с кислородных баллонов в ковидном отделении Новой Брени. Тем самым чуть не оставил без кислорода пациентов. Когда мужчину задержали, он хоть и с трудом, но смог рассказать, как провернул операцию. Зачем украли это? Выпить хотел. А как нашли-то эти трубки? А там было все открыто. И свет горел. А вы там что делали? Бычки собирал. Трубки похитили, потом куда дели их? Куда сдал. На медь. На вырученные деньги что купили? Бутылку водки. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь 47-летнему сельчанину грозит тюремный срок. За решетку может угодить и работник фермы из Старбогатайского района. Молодой человек спрятал около 8 килограммов марихуаны в теплицах, общежитии и кочегарке. Наркотики полицейские изъяли и возбудили уголовное дело. Юлия Пермякова, Новости дня. Более 350 миллионов заложили в бюджете республики на программу социальных контрактов. В общей сложности поддержкой государства воспользовались уже около 2000 человек. Им оплатили обучение, расходы на открытие своего дела и ведение домашнего хозяйства. Все детали у Марии Латышевой. Этой весной Константин Ревякин официально стал самозанятым. Зарегистрировался в качестве налогоплательщика, арендовал помещение, закупил оборудование и начал работать один. Делает Константин гибкий камень и панели для отделки два в одном. Это утеплитель-пенопласт, который сразу обшивает как фасад. Выходят вот такие термопанели. В мелкий мрамор добавляет красок и получается мраморная штукатурка. Плюс в этой мраморной штукатурке в том, что ее не нужно красить. Можно придать любой оттенок, прослужит это достаточно долго. И перекрашивать, как обычно, стену краской не нужно. А еще Константин Ревякин делает необычные обои, тоже из мелкой каменной крошки с рисунками. Они не выгорают, не отсветают и выдерживают высокие температуры. Клиенты на такие обои у него уже есть. Помог открыть свое маленькое дело Константину социальные контракты. 250 тысяч, которые он сразу получил от государства. Дело такое интересное, именно изготовление, связанное с производством. Он получил сумму, потратил ее, вот эту изначальную сумму, то есть перечисляются денежные средства. Мы ежемесячно встречаемся, осматриваемся, как идут дела, то есть как человек работает, то есть даются отчеты. Мария Шнырева тоже заключила с государством социальный контракт. Но не наведение бизнеса. Женщина безработная. И благодаря такому контракту может получать 13 тысяч ежемесячной поддержки от государства. Депутатах Урала интересуются, не сложно ли было собирать все документы. Ничего сложного. Вот я пришла в центр занятости, обратилась. Центр занятости меня направил уже в социальную защиту. Социальная защита? Много бумаг надо было писать? Бумаг не очень много. Такие социальные контракты заключили и уже получили деньги от государства. В Бурятии больше двух тысяч человек. Поддержка идет по четырем направлениям. Тут устройство на работу, где поддержка оказывается в течение трех месяцев. Это также можно на учебу до 30 тысяч получить поддержку за курс. Также можно получить поддержку на открытие индивидуального предпринимательства. То, что мы с вами видели сейчас, это до 250 тысяч рублей. На домовое хозяйство до 100 тысяч рублей. Программа продолжит работу и в следующем году. В бюджете Бурятии на эти цели заложено 365 миллионов рублей. Желающим следует обратиться в отделы социальной защиты. Мария Латышева, Жага Циндашиев, Новости дня. Сегодня члены общественного совета при Министерстве экономики Бурятии посетили приборостроительный завод. Предприятие участвует в нацпроекте «Производительность труда» и рассчитывает на финансирование из федерального бюджета для возмещения затрат. Выполняют ли там все условия, расскажем в нашем материале. Реализация национального проекта «Производительность труда». На сегодняшний момент в нашем регионе участие в проекте принимают 17 предприятий, среди которых Улан-Уденский приборостроительный завод. В прошлом году мы освоили очень мощный проект по изготовлению рециркулятора воздуха, что было очень актуально в местах массового скопления граждан. Этот проект мы освоили, этой продукцией мы успешно торгуем. Пошел третий год реализации этого проекта в нашем предприятии. Без ложных спросов можно сказать, что реализация идет успешно. В целом мы оцениваем повышение показателей производства в 10% ежегодно, как и было запланировано данной программой. Сегодня на предприятие пригласили членов общественного совета при Министерстве экономики Бурятии. Участники смогли наглядно оценить, насколько эффективно работают заводчане. «Я думаю, что реализация идет хорошо, есть уже показатели. Национальный проект подразумевает федеральное финансирование на уменьшение затрат на производительность, то есть повышение производительности. То есть направляются федеральные средства через федеральный центр компетенции, через создание фабрики процессов в республике, чтобы обучить персонал этих предприятий и увеличить производительность труда». «Основная цель национального проекта – это повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, формирование новой производственной культуры на среде работников организации. Ключевыми направлениями проекта системные меры повышения производительности труда являются обучение передовым методом управления предприятия и снижение административных ограничений». На приборостроительном заводе в данное время трудится почти тысяча человек. Работают не только над успешными проектами, которые уже реализуются, но и над разработками, которые также в скором времени пойдут на сбыт. Выезжать на соревнования и без проблем добираться до учебы. В Бурятии школы получили 40 автобусов. Автомобили марок «ГАЗ», «УАЗ» и «ПАЗ» различной вместимости переданы образовательным организациям 18 районов. Оставшиеся 10 машин получили республиканские школы-интернаты. Обновление парка школьных автобусов в Бурятии проходит за счет средств федерального бюджета. Всего за 4 года в нашу республику поставлено 209 автомобилей. Теперь к ним можно прибавить еще 40 новых машин. «Мы два года писали заявку, чтобы у нас был автобус, потому что у нас сельская школа маленькая, но мы постоянно везде участвуем. У нас для детей все есть, эти секции, борьба, футбол, волейбол, стрельба из лука. И культура очень у нас развита в селе Цагатуй. Постоянно ездим, участвуем на республиканских соревнованиях». Новые автобусы дадут возможность детям из отдаленных районов Бурятии выезжать на соревнования, а ученикам из пригорода беспрепятственно добираться до школы. «Трабогатайский район – это пригородный район, такие населенные пункты, как Нижний Сынтуй, поселок Николаевский. За последние 10 лет они сильно разрослись, появились новые территории ДНТ, то есть люди приезжают, селятся, строят дома, увеличивается количество детей и наряду с потребностью в строительстве новых объектов образования появляется и потребность в подвозе детей. Поэтому сегодня вот эти три новых полученных автобуса, они, конечно же, не в полной мере, но тем не менее решают эту проблему комфортной доставки наших детей до образовательных учреждений». В автобусах предусмотрены четырехточечные ремни безопасности, специальные крепления для рюкзаков, ограничитель скорости движения до 60 км в час и климат-контроль. «Обеспечение школьными автобусами – это очередной важный шаг в развитии модернизации образования. И таких шагов сделано уже немало. У нас открываются центры технического образования Акваториума, Асториума. У нас капитально ремонтируется все больше и больше детских садов, школ. Сегодня вручаем целых 40 автобусов новых, школьных, хороших, теплых, комфортных, чтобы нашим детям было удобно, чтобы наши дети могли думать только об учебе и о друзьях, и не думать о том, как до школы добраться». Автобусы общей вместимостью в 907 мест отправились в Бургузинский, Бетюрский, Джидинский, Заиграевский, Ивалгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кягтинский, Муйский, Мухаршибирский, Акинский, Прибайкальский, Селингинский, Трабогатайский, Тункинский, Хоринский районы и в Севербайкальск. Андрей Слепнев, Наталья Горшкова, Алексей Ромашов. Новости дня. В Улан-Удэ прошел юбилейный концерт, посвященный столетию дипломатических отношений между Монголией и Россией. Нашему городу жители соседней страны отводят особую роль. Не случайно 30 лет назад в столице республики открыли Генеральное консульство Восточного государства. Андрей Слепнев продолжит. Для Бурятии Монголия – братская страна. С нашей республикой соседнее государство связывает история и культура. Для Монголии Россия – это более чем просто соседствующая страна. Нас связывают узы добрососедства. У нас с Россией особое отношение, доверительное и теплое. Россия – это наши давние друзья. Концерт в оперном театре был посвящен и 30-летию основания Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ. Монголия – наш проверенный временем, испытанный годами сосед и друг. И совершенно очевидно, что этот юбилей знаковый и одинаково нужный и России, и Монголии. Город Улан-Удэ вносит большой вклад в развитие и укрепление дружественных отношений между нашими народами. Поэтому не случайно именно в нашем городе 30 лет назад было открыто Генеральное консульство Монголии. Я думаю, что в следующем году мы вместе отметим 55-летний юбилей побратимских отношений. Обязательно. Согласны? И продолжим наше сотрудничество. Ведь между нашими городами очень много родного, близкого. И мы взаимосвязаны с судьбой, я думаю. Монголия одной из первых пришла на помощь и оказала поддержку нашей стране в годы Великой Отечественной войны. В этом году на параде в Улан-Удэ в честь 76-й годовщины победы приняли участие монгольские военные. В июне этого года народный курал Республики Бурятия посетил герой Монголии, герой Советского Союза, космонавт господин Гуракча, который выступил одним из модераторов онлайн эстафеты «Дружба. 100 лет вместе». И, конечно, для нас это тоже было важным событием. Современная экономика играет существенную роль в отношениях между Бурятией и Монголией. У нашей республики 57 внешних партнеров. И соседняя страна является одним из основных. Ковид в прошлом году внес определенные ограничения в наши торгово-экономические отношения, но уже в этом году к уровню прошлого года мы выросли на 74%. То есть продолжаем расти. Это говорит о восстановлении и даже развитии наших внешнеэкономических связей. И мы только за. Также в течение года в рамках празднования юбилейной даты Бурятию посещают высокопоставленные лица Монголии. Андрей Слепнев, Жаргаут Сарендашеев. Новости дня. Сейчас небольшой перерыв. И вот о чем еще после рекламы. Сделали, в общем, очень аккуратно, чисто, без всяких на то вправо-влево. Подключили 800 домов. В поселке Саганур построили сети водоснабжения. Самое, что ни на есть, безопасная и качественная дорога. Мухаршибирь, Бичура, Кяхта. В Бурятии завершили капитальный ремонт важного участка региональной дороги. Дорогой, хочу новый комплект постельного белья. Да никакой попало, а хороший, качественный. И еще подушку, а то на старой уже спать невозможно. Дорогая, едем в Мой Сон. Купим комплект постельного белья. Хороший, добротный. И тебе, любимая, удобную подушку. Правильный выбор. Ведь магазин Мой Сон – это добротный спальник и кстиль для вашего здорового сна. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту – один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика ССЭК. Черная пятница в меде. Скидки до 70%. Торгово-развлекательный центр «Мед» в 110-м квартале. Купите в Титане кукурузу «Золотая долина», а горошек получите бесплатно. Шикарная распродажа меховых изделий от «Зимней сказки». Скидка до 50%. Улан-Удэ. С 23 по 28 ноября. ФСК. Наши шубы доступны каждому. Шокер цена в Абсолюте. Зубная паста «Коллгейт» со скидкой 50%. Всего за 55 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Хорошей рыбалки, дорогой. Если я что-то забыла, вот сертификат в магазин «Адреналин». Лучший выбор для мужчин. Магазин «Адреналин». Ровные, как гладь океана. Притягивающие взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Как создать в вашем доме еще один уютный уголок, точно знает завод пластиковых окон компания «Ялан Групп». Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов. Теплое остекление, холодное остекление из алюминия и наиболее популярное сейчас герметичное остекление. С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода. Сейчас по цене обычного остекления. Я «Ялан Групп». Быстрый замер по телефону 37 17 71. Вы смотрите «Новости дня». Это прямой эфир. Продолжим. В России с нового года изменится порядок выплаты пенсии. Доставлять ее на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше срока. Также пожилые россияне смогут выбрать, каким способом они хотят получать выплаты. Кроме того, из пенсий граждан, признанных банкротами, не будут производить удержаний по судебным листам. Пенсию умершего, которую он не успел получить при жизни, смогут получить его наследники. И еще один факт. По данным опросов, россияне считают, что достойной можно назвать пенсию в 43 тысячи рублей. Мы спросили мнение улан-уденцев на этот счет. Россияне сказали, что пенсия в 43 тысячи рублей нормальная. Если 43 тысячи будешь получать, это хорошо. Как вы считаете? Конечно, это же вообще было бы здорово. Но я не верю, что 43 будет. А у вас какая сегодня? Маленькая? Ну ничего, нормальная. Нормальная? Вам хватает? Ну, как сказать? Ну, научились жить. Яне сказали, что пенсия в 43 тысячи их бы устраивала. Вот вы как считаете? Мало. Мало? Мало. Почему? 50 минимум. 50 минимум. А у вас хорошая пенсия? 35. Ну, прекрасно. Но было бы неплохо, если бы еще больше. Да, да, да. Я понимаю, что вы молоды, но тем не менее. Я считаю, что у этого будет все равно недостаточно. Нам всегда недостаточно. Почему? Потому что всегда хочется больше? Потому что всегда хочется больше. То есть 20 тысяч мало, 40 мало, 100 тоже будет мало? Всегда будет мало, пока у нас уровень не поднимется в жизни. Сколько? 43 тысячи рублей. Как по-вашему достаточно? Ну, если сейчас-то мы получаем гораздо меньше, наверное, 17-19 получают. Ну, вот 43 это было хорошо, да? Да, да. По данным опроса, 28% респондентов после достижения пенсионного возраста намерены работать и жить на зарплату. А 24% россиян рассчитывают на государственную пенсию. В России утвердили размер прожиточного минимума для разных категорий граждан на следующий год. Он составит 12 654 рубля на человека. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 13 793 рубля, для пенсионеров 10 882, а для детей чуть больше 12 тысяч. Об этом говорится в поправках, внесенных Владимиром Путиным в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы. Напомню, что сейчас сумма прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 рубля. На основании этих цифр рассчитываются льготы для жителей нашей страны. В поселке Саганур построили новые сети водоснабжения. Всего за 4 года действия федерального проекта «Чистая вода» удалось подключить к сетям порядка 800 местных домов. Наш корреспондент продолжит. 9 километров трубопровода, 50 колодцев, 6 водоколонок. Все это результат работы строителей. Система прошла испытания и готова к подаче воды. Готовность стопроцентная к сдаче объекта. Трубопровод опрессован, промыт, совершили пролив воды. Были гидравлические испытания трубопровода. И на сегодняшний день мы готовы дать воду. После получения заключения о качестве воды будет дан официальный старт. Но жители поселка уже успели оценить новое водоснабжение. Сделали очень аккуратно, чисто, без всяких на то вправо-влево. Мы с женой, я говорю, мы сейчас очень рады, довольны. На протяжении 4 лет в республике реализуется федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Только в поселке Саганнур качественной питьевой водой уже обеспечены жители порядка 800 домов. По словам министра, в Мухаршибирском районе запланировано и множество других мероприятий. Мухаршибирский район у нас предполагается до 2024 года порядка 16 мероприятий. На сегодняшний день районам уже разрабатывается необходимая проектная документация для участия уже в 2023 году. Благодаря масштабной программе количество людей, обеспеченных качественной питьевой водой в Бурятии, вырастет к 2022 году до 52%. Мария Латыша, Убаир Дугаров, Новости дня. В рамках еще одного нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершился капитальный ремонт участка трассы Мухаршибирь-Бичура-Кяхта. Ямы выбоины и отсутствие знаков – все эти проблемы устранили. Андрей Слепнев подробнее. Ремонт дороги в Мухаршибирском районе прошел с нулевого по 9-й километр региональной трассы Мухаршибирь-Бичура-Кяхта. Рабочие отсыпали земполотно, уложили водопропускные трубы и новый асфальт. До ремонта состояние было, не сказать, что удовлетворительно, очень плохое. То есть выбоины, ямы, просадки, несоответствие знаков, которые должны были конкретно по населенным пунктам проходить, по ГОСТам. То есть не было устроено искусственных дорожных неровностей. То есть вот эти все моменты были учтены, дополнительно даже согласованы с заказчиком. Собственно, самое, что ни на есть, безопасная и качественная дорога. Капитальный ремонт данной дороги не заканчивается на данном участке. Мы продолжаем. В этом году приступили к работе на километр 24-34. И уже приступаем в этом году к разработке проектной документации 34-51 километр. Ну и надеюсь, также в дальнейшем будем продолжать капитальный ремонт и конструкцию данных участков. При ремонте применяли новые технологии и материалы. Например, в месте, где река проходит вблизи насыпи дороги, укрепили выходы водопропускных труб прочными матрасами «Рено». Эта дорога, на самом деле, ее ждали не только жители Макшибирского района. Эту дорогу ждали жители Бичурского района, так как она связывает Бичурский район с центром нашей республики, столицы, города Улан-Де. Мы вкладываемся в дороги. Хотим, чтобы у нас были хорошие проезды, доступные населенные пункты. Людям было удобно ездить, комфортно. Не трясло, машины не бились, не ломались. В общем, чтобы дороги были хорошие. Отремонтировали и мост через реку Мухаршибирка. Общая стоимость работ составила 539 миллионов рублей. Андрей Слепнев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня. Мухаршибирский район. Новые детские площадки, скверы и аллеи. При Байкальском районе продолжают благоустройство территорий. Она проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Как преобразилась сельская местность, расскажем в нашем материале. В селе Ильинка в прошлом году на благоустройство общественной территории сквер выделили больше 1 миллиона рублей. Теперь здесь чисто и светло. Есть лавочки и открытая сцена. Построили здесь открытую сцену для проведения мероприятий на свежем воздухе. Но будем считать, что в дальнейшем она будет очень востребована. Так как рядом находится у нас памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь у нас проводятся митинги. Ну а затем концерты, которые будут проводиться на этой общественной площадке. Рядом со сквером расположилась новая детская площадка. Ее стоимость почти 2 миллиона. Установлены игровое оборудование, а также качели, карусель, песочница, беседка и тренажеры. У меня маленький ребенок, 5 лет, дочь. Мы с ней все лето проходили сюда. Дети очень довольны, очень счастливы. Малышня играет, мамочки с колясками приходят. Дети постарше играют, занимаются на спортивном оборудовании. А это уже село Таловка. Здесь обустроили территорию возле администрации и аллею. Проведено освещение, ограждение, выложена плитка. На данной аллее у нас проводятся детские, спортивные мероприятия. Всего в селе Таловка по программе формирования комфортной городской среды было отремонтировано 13 дворовых и две общественные территории. Дмитрий Гомбоев и Алексей Ромашов. Новости дня. Прибайкальский район. Сдали экзамен по ПДД. Сегодня в одной из школ города проверили знания учеников о поведении на дороге. Пятиклассники приняли участие в онлайн-олимпиаде. Она проходит по всей республике, а победителей ждут призы. Сложно ли детям было отвечать на вопросы, расскажет наш корреспондент. Для начала открываем сайт учи.ру, вводим свои логины и пароли и находим значок олимпиады. А после ученики пятого Д-класса начинают отвечать на вопросы. Сегодня у них не обычный урок, а онлайн-олимпиады, безопасные дороги. Как правильно вести себя на проезжей части и не попасть под машину. Эти ребятишки изучают регулярно. В нашем образовательном учреждении школы номер 47 в городе Улан-Удэ, как и во многих других, как и во всех других, проводятся беседы по правилам дорожного движения. Безопасная дорога домой, об этом говорят и учителя-предметники, и на классных часах обсуждается. И дети сами собой это обсуждают, какие-то игровые моменты. В онлайн-олимпиаде всего 8 вопросов. Все они в игровой форме, с современной компьютерной графикой и анимированными героями. Все просто и доступно, поэтому с заданиями дети справляются за считанные минуты. Были сложные вопросы, может быть, какие-нибудь? Расскажи. Нет сложных вопросов, не было так, как я знаю, как это все делается, и я правильно веду себя на дорогах. У нас в школе много раз проводились такие мероприятия, когда нам рассказывали, как правильно себя вести на дорогах и что нужно в этих случаях делать. Вопросы сложные попадаются? Вопросы, ну, такие легкие, если ты хорошо знаешь правила дорожного движения. А какой самый сложный вопрос на твой вам показался взгляд? Да, мне никакие сложные вопросы не показались. Такие олимпиады нужно проводить, чтобы ученики знали, как правильно вести себя на дороге, на тротуаре. Олимпиады ежегодно проводятся по всей России в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В ней принимают участие учащиеся с 1 по 9 класс. Очень много жертв в последнее время на дорогах, среди которых дети. Наша задача – разъяснять детям основы безопасного поведения на дорогах и правильного безопасного поведения. Так как это все происходит в игровой форме, дети это легко воспринимают и потом уже интуитивно используют все вот эти знания, полученные в рамках прохождения Олимпиады. Плюс еще по окончанию Олимпиады они получат, будут награждаться призовые места. Это Министерство транспорта настоятельно рекомендует принять участие в этой Олимпиаде. Более 14 тысяч школьников в Бурятии уже прошли Олимпиаду. Кто набрал максимальное количество баллов и стал победителем, будет известно уже 28 ноября. Екатерина Истрадова, Вячеслав Батоев, Новости дня. В Бурятии дети могут отправить послание белому старцу Сагану Бгену. В главном почтовом отделении Улан-Удэ для этих писем выделен отдельный абонентский ящик под номером 4381. На почту уже начали поступать письма для бурятского Деда Мороза. Напомню, резиденция белого старца находится в этнографическом музее. Именно на этот адрес нужно отправлять письма с пожеланиями на Новый год. Кстати, дом Сагану Бгена занимает пятое место среди наиболее посещаемых резиденций. Сам белый старец находится на 11 месте среди сказочных персонажей российских регионов. Шубы, пальто, дубленки. Яркие и необычные модели для тех, кто любит, чтобы было и тепло, и красиво, привезли в наш город. На выставке Меха представлено более 600 моделей верхней одежды. О ценах и акциях в рубрике «Терепрезентация». Хотите ярко-коралловый? Пожалуйста. Современная шуба из норки может быть любого цвета. Она по-прежнему будет выглядеть роскошно, но позволит своей владелице экспериментировать со стилем. Нужен чуть более сдержанный оттенок, но не хотите классический орех? Тогда берите дымчато-голубой. А эта модель еще и секретом. Можно отстегнуть и рукава, и подол. Так что это два в одном. А такую красотку цвета «Махагон» готова отдать всего за 55 тысяч. Все меховые изделия на данной выставке российского производителя. Гарантия у нас на каждое изделие два года. Все шубы сертифицированы и чипированы. На выставке действуют грандиозные скидки сейчас у нас до 50% в зависимости от производителя. Огромный выбор пальто из шерсти класса люкс. Они будут греть свою обладательницу даже поздней осенью. С таким можно надеть и каблучки, и кроссовки. Дизайнеры позаботились о разнообразии фасонов. Всего здесь более 600 моделей верхней одежды. Приобрести шубу из мутона можно от 10 тысяч рублей, а дубленку со скидкой 40%. Размеры от 38 до 66. А это уже смесовый вариант. Пальто нежно-розового цвета пойдет и блондинкам, и брюнеткам. Такая модель освежит и добавит легкости образу. Поспешите, ярмарка продлится меньше недели, до 28 ноября включительно. Вас ждут в ФСК на Рылеево-2 с 10 утра до 7 вечера. Не переключайтесь, ведь сразу после новостей в нашем эфире программа «Вестник Урала». Мы расскажем о том, какие законы депутаты парламента приняли на очередной 20-й сессии. Правки в проект бюджета, штрафы за загрязнение воздуха и запрет на продажу газовых баллончиков подростка. Всего успели рассмотреть 45 вопросов. Подробнее о принятых решениях в нашем эфире в 20-10. На этом все. Еще раз коротко о главном. Едва не оставил без кислорода больных. В Новой Брине мужчина ограбил ковидное отделение. Открыть свой бизнес на государственные деньги. Более 350 миллионов заложили в бюджете республики на программу социальных контрактов. Отправились в районные школы. В Бурятии образовательные учреждения получили 40 новых автобусов. Наш выпуск завершен. Вы всегда можете найти все наши материалы в сети. С вами была Ася Касьянова. Берегите себя и до встречи в эфире. В салоне «Лебедушка» богатый выбор красивых и практичных покрывал. Изысканные шелковистые узоры украсят интерьер вашей спальни. Создадут уютный эффектный вид. Побалуйте себя дорогим и роскошным. Магазин «Лебедушка», улица Барсоева, 69А. Оптика СССР. Вас ослепляют блики и свет фар. Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика СССР. Да-да, уже готовимся. Покупайте в «Титане» новогодние подарки с 21 ноября по 10 декабря со скидкой 5%. «Титан. Счастье есть». В «Титане» зернистый сервелат. Всего 189,90. Шикарная распродажа меховых изделий от «Зимней сказки». Скидка до 50%. «Улан-Удэ». С 23 по 28 ноября. ФСК. Наши шубы доступны каждому. Покупай в «Абсолюте» выгодно. Конфеты «Коровка» со скидкой 34%. Всего за 69,90. «Абсолют». Гарант низких цен. Гарант низких цен.